в общем порядке так поздравление я предполагаю что вы трутись правильно тоже у меня друзья последний выходной день был лет 30 назад с тех пор ни одного жизни так он писал мой муж говорит что еще не ответили на последние вопросы для нас сейчас это мега актуально так как в ближайшее время планируем посадку сада и хотим сидеть без косяков важнейшая тема сейчас поймете вы ему написали что 3-4 летние саженцы нужно очень сильно обрезать а как понять очень сильно на шестую почку как книги или иначе а то мы тут не обрезаем смотрите два совершенно разных понятия я сейчас пытаюсь вспомнить был длинный сейчас телефонный разговор если я напутал извините но всем остальным будет все равно полезно в любом случае так если это вы те самые которые сочи так тогда я вспоминаю что у вас сплошная глина что у вас проблема надо 105 саженцев посадить естественно у вас их нет их надо купить мысленно в этом этапе вырастить самими косточки речи нет и семечки почему потому что вы даже не хотели бы одно двухлетний саженец вы хотели бы трех-четырех летний смотрите как здесь местные питомники продают трех-четырех летний саженцы с открытой корневой системой корни не обрезают такие можно брать значит я им ответил по телефону и может они между собой еще может по разному понимают и так трех-четырех летние саженцы брать нежелательно потому что они практически мертвецы я вам покажу ниже вы мне поверите я готова подготовился к этому разговору тогда возник вопрос одно двухлетнее даже одно двухлетнее я большинство из вас прекрасно знает видела я делаю сильнейшую обрезку и они чем больше режете лучше приживать здесь я конкретно объясняю где в недоразумении кроется и так вы упомянули шестую почку как книги то есть вы уже люди на где-то начитанное поэтому я это разнесли и варки всем представим себе однолетний саженец представим себе что это просто вот такая метровая побег бывает кустом растут а бывает непривитая еще только даже и привитый бывает такой и непривитый саженец тоже где-то метр одна былинка одна не были не обязательно можно такая но ровненький побег метровый что я имею ввиду на шестую почку имея такое саженец при получив по почте вы можете посадить его с пятью почками нижними а 6 7 8 этот ценнейший материал заметьте у меня есть среди которые сто двести рублей а ваши эти могут продавать по 180 рублей вспоминайте то есть моя ветка может быть дороже где-то этого привитого выращенного уже привитого дерева казалось бы геологика то есть если взяли однолетний пять почек оставили получится прекрасно приживутся низкоштабного дерева а все что выше пойдет на прививку еще нескольких членков нескольких этих саженцев больше имеется ввиду шестую почку а в вашем случае вы взяли даже трех-четырех летний я вам показал и покажу где там резать такая шестая почка или вы вспоминайте когда тимошкой прицеливались на несколько метров вверх длинным секатором и что тимоша сказал что мы отрезаем оставляя пять почек может быть отсюда вот это вот самый вопрос возник но это берется прирост последнего года пять почек оставили дальше отрезали на прививку а есть понятие обрезка на пересадку при пересадке сильнейшая обрезка что-то я даже успел показать выше надеюсь вы меня поняли вот много местных питомников дальше читаем обязательно ли выкапывать яму заполнять гумусом скобках я не выдержал пишу стерильная за мне это никакой это гумус это понятие растяжимое вот если брать допустим обычную землю подразумеваете а то это ладно дело в том что стерильная это значит не просто земля вот верхний слой да вроде бы самый плодород и вот он это самое дерн он даже когда перегнивает он становится удобрением но идут гнилостные процессы поэтому хотите взять землю берете на стороне этот верхний слой снимать а под ним чистая стерильная земля где все процессы которые связаны с окислением закончились есть два процесса окисления и гниение это разные вещи окисление кислородом а гниение с помощью специальных специальных подчеркиваю этих самых бактерий так вот стерильная бактерии сделать сделали все в это в этом слое земли переработали что могли и сдохли стерильная вот и это заполняется я но яма подразумевается выкопаны в холму по железу так а у вас получилось если я вас не путаю с другими сочинцами тогда получается что как бы мне по телефону говорили и копает метровая метр на метр и заполняет по тем самым голосом а я вам говорю я не исключаю этого где сплошная глина это трудоемкая работа 105 ям каждый по кубометру это ужас ну эскалатор уж точно а знаете как глина копается тяжело кто пробовал без мата не выкопать так вот вы берете я цитирую себя если это вы значит берете и заказывайте на стороне наверняка это коммерция действует то есть где-то кто-то продает землю так как вы сами пишите кругом все садят вот и заполняете метр а у вас как большая глина значит хорошая земля на стороне вы заказываете допустим грузовик например если это обычный зелок он же и самосвал они еще в ходу это где-то допустим на пару не ям а холмов большие холмы земли должно быть не меньше двух кубов размазанных чтобы в них первые годы жили корни потом корни пойдут вниз и о чудо они глину переработают запоминайте деревья приспосабливаются к почве и деревья перерабатывают почву вся жизнь начинает кипеть под этим самым под этой кроной а если это камаз ну сможет быть на 5 камаз тоже бывает эти самые он побольше пару-два раза тоже берете самосвал высыпали 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 для колеса тут через вас там такое тепло что вырастает деревья огромное через 5 метров через 5 метров а в лиду через 4 метра ну допустим 5 на 4 дальше это что касается капельный полива противник если не лень делайте допустим некогда вот ставим дальше питомники продают и двухлетки тоже но мы хотели бы быстрее вот это страшная ошибка дороже будет и еще если у вас знакомых какой-то мичурин на югах нету все мои мичурины знакомые живут в урал так сибирь дальний восток и 1-2 в европе к сожалению европа самый бедный на вечерину но сходу я вспоминаю козел макаров это достигших успеха а больше чего-то европу использовать не могу но они опять же это средняя полоса так что еще сказать я понимаю из тонкости выбора сейчас будем их посадки в зависимости от региона у нас же все-таки юг ну смотрите сами я бы конечно бы опять начал бы с нуля да у вас глина где-то еще может быть близко готовы абрикос вполне заменять слива а потом привык абрикоса до век будет короче ничего не поделаешь но на слив можно персик приметь и уж не вырастить персик например у вас сочи это уже я не знаю как это может быть это должно быть нормально так теперь у нас тут почему-то плохо растут абрикос если они будете садить в холмы вот эти высокие у меня же не успел так сейчас еще сейчас посадка 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 у меня здесь сколько искать то тут так сейчас мы делаем помельче делаем помельче вот так я единственный холм высокий большой из 3 кубометров делал специально там как раз смех сошел и вот такой наглядный я раньше использовал потом начал забывать до просовался попробуй найди ну что проехали ладно ну вы поняли большой холм от маленького отлично без меня и так питомниках так и говорят что если и будет плодоносить то раз 10 лет а вот вообще не будет то есть что да почему они так говорят скорее всего них если они местные вырастить абрикосы не не могут станут они себе это по рукам бить например вот они у вас абрикосы в ваших питомниках они говорят не берите у нас он раздесердует плодоносить вот я всегда говорю ребята вы живете в сочи а я нагляделся на абрикосы еще ребенком деревня бериславский район деревня эта самая змеевка абрикосы были были сейчас не знаю все все как разом разучились врачи были в каждом этом самом дворе абрикосов полно никто их не поливал но они никогда не гнили они никогда не замерзали а уже ближе пример к вам я не могу и причем этих абрикосов было столько большая часть просто пропадала так много мы бы с радостью разрушили их шаблон разрушайте и получили бы положительный опыт выращивать в нашем климате 20-20 сочи абрикосов но нам нужна помощь так как полагаться на не успешно по других не хочется абрикосы любим очень ждут вас ответа прям буквально с лопатой стоим готовы сажать я ничего не могу поделать даже часовой разговор по телефону я их не сильно не убеждал как хотите совсем хотите пожалуйста к этому самому к сергею выписывайте готовые абрикосы садите и что будет то будет вариант б раз абрикосы не идут садите косточки тех же самых слив можно от маня например а потом на них абрикосы приведете век у них будет короче но вдыхай беда начала например косточки венгерок дадут саженцы венгерок венгерка с абрикосами прямо таки любовь заметьте не в ресторанах а венгерок венгерок косточки венгерок вот венгерок